hdresco.me Сайт, на котором вы сможете посмотреть бесплатно и онлайн все ваши любимые фильмы, сериалы и мультфильмы в HD-качестве. Переходите по ссылке в описании. Недавно я получил такой вопрос на e-mail. Привет, Генри! Не так давно ты сделал видео под названием «Что если бы Земля была полой?» где показал, сколько бы времени заняло падение сквозь Землю. Но мне было бы интересно узнать, как ты подсчитал это, так как сила притяжения постоянно бы изменялась из-за увеличения массы над тобой. Питер! Хорошо, Питер, у нас есть дыра через всю Землю, и она идет от северного до южного полюса. Так нам не нужно будет волноваться об эффекте Кориолиса. Также сделаем дыру без воздуха, потому что с ним вы быстро достигнете предельной скорости, и ваше путешествие будет медленным и скучным. Есть несколько разных способов узнать, сколько времени вам понадобится, чтобы достигнуть противоположной стороны. Во-первых, можно просто спрыгнуть в дыру, но быстрее и с большим шансом выжить будет подсчитать время, используя математику и физику. Для начала сделаем больше упрощений. Предположим, что Земля – идеальная сфера и имеет везде одинаковую плотность. Как оказывается, сила притяжения от любого сферического объекта такова, как если бы вся его масса была сконцентрирована в его центре. Ближние части сферы притягивают больше, чем дальние, но если взять всю сферу в целом, эффект усредняется. Похожим образом, если вы внутри сферической оболочки, притяжение от всех ее сторон само себя аннулирует, из-за чего вы не испытываете никакого эффекта. Это значит, что когда вы будете внутри Земли, эффект от всех ее частей, что находятся дальше вас от центра, аннулируется и никак на вас не воздействует. Так, будто бы их просто срезали, и вы находились бы на поверхности меньшей, побритой Земли. Исходя из предположения, что плотность Земли повсюду одинаковая, ее масса будет пропорциональна объему, который тоже пропорционален ее радиусу в кубе. И так как это сфера, мы можем позволить себе представить, что вся масса сконцентрирована в одной центральной точке. Так насколько сильно центр побритой Земли притягивает вас? Ну, сила притяжения между двумя объектами прямо пропорциональна массам и обратно пропорциональна расстоянию между ними в квадрате. Так что нам надо разделить массу побритой Земли на ваше расстояние от центра, которое является всего лишь ее радиусом. r в кубе, разделенное на r в квадрате, это всего лишь r. Так что сила, воздействующая на вас, равна радиусу, то есть вашему расстоянию от центра, умноженному на набор констант. Фактически, по мере падения, масса под вами уменьшается, в то время как сила притяжения каждой частицы этой массы на вас увеличивается. Но масса уменьшается быстрее, чем увеличивается сила притяжения. Так что приближаясь к центру планеты, вы двигаетесь все быстрее и быстрее. Но сила, притягивающая вас к центру, постоянно уменьшается. В самом центре вы будете испытывать нулевую равнодействующую силу, так как Земля будет притягивать вас одновременно со всех сторон. Но так как к тому моменту вы уже будете иметь довольно большую скорость, вы продолжите двигаться к противоположной стороне, немного замедляясь из-за все увеличивающегося притяжения от центра. Такое же уравнение, то есть набор констант, умноженный на расстояние, также описывает массу на пружине, или простой маятник, или кота в параболе. Изучая эти уравнения, мы узнаем, что время, необходимое движущимся объекту, чтобы добраться с одной стороны к противоположной, можно подсчитать простой формулой π умноженная на корень квадратный из соотношения массы и набора констант. В случае падения сквозь Землю, ваша масса сокращается из уравнения, так что вам нужно всего лишь вставить числа, отвечающие плотности Земли и гравитационной постоянной, из чего получится 42 минуты на падение сквозь Землю. Это время оказывается равным необходимому на то, чтобы упасть вокруг Земли, и вы легко можете найти упоминание об этом времени в интернете. Еще более интересно то, что радиус Земли тоже сократился в нашем уравнении. Таким образом, оно предсказывает, что вам понадобится 42 минуты, чтобы упасть сквозь или пролететь на орбите половину окружности вокруг любой сферы с такой же плотностью, как и у Земли. Но плотность Земли не одинаковая везде. Мы знаем, благодаря сейсмологии, что ядро Земли намного плотнее, чем мантия и кора. Так что по мере падения большинство массы все равно будет оставаться под вами, из-за чего сила притяжения не будет уменьшаться так быстро, как предсказывает наша простая модель. На самом деле, сила будет довольно постоянной, где-то до прохождения половины пути к центру, но с достижением этой точки начнет быстро падать, так как все больше и больше Земли будет находиться над вами. Подсчеты тут более надоедливые, так как вам придется сложить вместе две разных части. То есть, падение с постоянным ускорением – это довольно просто. И часть с уменьшающейся силой гравитации, пропорциональной радиусу под вами. Это практически то же, что мы сделали ранее, но теперь мы начинаем на середине Земли и со скоростью в 7580 метров в секунду, вместо положения на поверхности с нулевой скоростью. Как только наш магический математический порошок осядет, мы сможем объединить обе части и умножить их на два, чтобы получить конечное время путешествия на другую сторону – 37 минут. Конечно, это все еще только приблизительное число, немного более реалистичное, чем ранее, но все же далекое от идеального. Если вы внимательно сопоставите время путешествия сквозь Землю, подсчитанное на базе более точных данных о ее плотности, как, например, на базе предварительной эталонной модели Земли, вы сможете быть еще более точными. И это даст вам 38 минут и 6 секунд от полюса до полюса. Но в любом случае, если бы вместо того, чтобы считать, вы бы спрыгнули в дыру в начале видео, вас бы еще ждал долгий путь к противоположному полюсу. Так что счастливой дороги!